Всеми любимые пельмешки, которые выпускает наш мясокомбинат, снова появятся на прилавках фирменных магазинов. Ждать осталось уже недолго, неделю-две, не больше. Об этом заявила гендиректор предприятия Тамара Критская. По ее словам, оборудование для изготовления замороженной продукции уже собрано. Оно, кстати, новое дело за малым – обучить персонал работать по новым технологиям. Пельмени хорошо, а вот студень еще лучше. Мясокомбинат решил удивить всех, в том числе и любителей холодца. На предприятии в очередной раз решили увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Будем расширять ассортимент вплоть до студня, будем варить и продавать. Планируем мясо рыбы расширить, делать более диетические продукты. Это все зависит, конечно, от сырья. На сегодняшний день у нас закончился уже сезон до распуты. Мы закупили достаточное количество свинины, говядины. Поступление пойдет с ноября – оленины. Так что я думаю, что мясокомбинат восполнит все то, что потеряли наши жители Ниньского округа. Впрочем, увеличение ассортимента сейчас напрямую зависит от того, сколько в этом сезоне предприятие получит мясо оленя. По плану необходимо не менее 1 тысячи тонн. Напомню, в прошлом году мясокомбинат сдали всего 600 тонн. Но руководство уверено – задача будет выполнена на 100%. Власти региона запустили новую субсидию, направленную на поддержку в том числе СПК. Нашим хозяйствам сегодня выгодно сдавать как можно больше мяса, причем именно на мясокомбинат. Вот эта субсидия, она в том числе рассчитана и с учетом транспортной логистики. То есть чем дальше хозяйство находится от мясокомбината, тем эта субсидия больше. При этом хозяйства смогут сами решать, каким способом им доставлять мясо до Наринмара – по земле или по воздуху. Сэкономленные средства останутся в бюджете СПК. Первые результаты от введенной в регионе субсидии власти округа ожидают получить в следующем году, когда на мясокомбинат поступит оленина от всех хозяйств.